В селе Великовисочное уже вторые сутки уровень воды держится на отметке 900 сантиметров. По словам начальника Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар Людмилы Севастьяновой, повышение воды в населенном пункте не прогнозируется. Напомню, в Великовисочном с 21 мая введен режим ЧС о том, как проходит половодие на территории села. В телефонном интервью нам рассказала глава муниципального образования Татьяна Жданова. На сегодняшний день у нас получается уровень воды без изменений. Единственное, что обнаруживается, что подмыты дороги очень сильно течением, сносят верхнее покрытие. Вот вчера приступила к работе наша комиссия. Ходим в дома, фотографируем. В дальнейшем будем составлять акты, готовить пакет документов по оценке ущерба и направлять это все в Заполярный район. В основном люди живут у родственников. Один человек у нас помещен в больницу вчера. Это житель села Великовисочная, пенсионер. Ниже по течению Печоры на участке Великовисочная Оксина уровень воды сохраняется или незначительно повышается с интенсивностью 1 см в сутки. По Оксина у нас наблюдается прирост уровня воды 1 см. И мы планируем, что он еще повысится на некоторое значение. По Наринмару вчера у нас был минус 1 см. Такая же тенденция наблюдалась и по Оксина, когда уровень воды убавился немного и потом начал снова расти. По Наринмару то же самое было вчера. Он убавился на 1 см и потом начал расти. И мы планируем, что он еще будет некоторое время, по крайней мере, может быть, сутки или двое. Рост уровня воды будет. Но максимальный уровень мы все-таки держим 580 см. По данным на утро текущего дня в Наринмаре уровень воды составляет 572 см. При среднем многолетнем уровне весеннего половодия – 538 см. Сегодня и завтра ожидается небольшое увеличение уровня в районе Оксина – до 780 см. И до 580 на территории окружной столицы. В районе деревень Андика и Осколково уровни воды достигли отметки 554 см. За сутки прибавилось 4,8 см. Там также еще действуют преливные и отливные явления, но в целом уровень растет. Растет стабильно каждый день, но не сильно. И мы также прогнозируем, что уровень и дальше будет расти. 29-30 мая рост уровня продолжится, что вызовет разливы воды и потопление бытовых объектов и участков дорог. У нас есть еще гидрологический пост Юшина. Там также действуют преливные и отливные явления. И там, конечно, уровень воды скачет очень сильно. То есть там может быть за ночь плюс 50, при этом, например, днем минус 10, минус 25. И вот в целом мы уже посчитали, что там плюс 13. Хотя это не говорит о том, что за сутки плюс 13, но в течение этих суток вода падала и прибывала. По словам Людмилы Севастьяновой, в этом году уровни воды на реке Печора превышают уровни высокого весеннего половодия на чистой воде, который последний раз был зафиксирован на территории региона в 2015 году.